Казахстанская земля Казахстанская земля Были вагоны Вагоны, скотовозы Чисто просто Обшитые Деревянкой И стояла буржуйка Внутри Некоторые вагоны Были оборудованы, были нары А некоторые вообще были не оборудованы Вот туда Набивали людей полно и вперед. Скоропалительный отъезд застал людей врасплох. Многие не успели взять с собой ни провизию, ни теплые вещи. Ну, мама, говорит, тяжело было, конечно. Кормили очень плохо, скудно как-то. В вагоне холодно. Дети, вот она мне, говорит, между ног тебя положила. Ну, мне два годика вот. Согревала вот так вот. Дорога была ужасная. Голод, холод, болезни. Люди умирали от брюшного тифа, туберкулеза, сердечных недугов. Но похоронить по-человечески их не удавалось. В поле остановился поезд в вагоне от то ли сердечника, то ли что-то умер человек. Куда его? Выносили, в снег зарывали и пошел в вагон дальше, эшелон. А, говорит, мы едем, видим тот ушел, эшелон, а этих собак его разрывает, кушает. Говорит, я сама видела. Вот это ж такое дело. Это трагедия. Спустя месяц, 23 марта, поезд с депортированными остановился в Федоровском районе на станции Жаркуль. Нас оттуда забрали в клуб. Здесь вот он разобранный стоит. И сейчас этот клуб. Стены его стоят сейчас. А потом нас комендант забрал и расселял. Вот. Ну, было положение какое, 6 километров дальше от села не имел ты права, учиться ты не имел права, в армию тебя не брали. Вот так вот, вот такое. Мы попали в казахскую семью. Вот. Они у них короба. Они молоком делились, кур там делились, там, и ремшик, там. Ну, все, что у них было, они нам. Хотя тогда же богатых не было. Семья Бесимбаевых сама была многодетной. Около года они делили кровь с ингушами, которые стали вынужденными соседями в гостеприимном доме федоровских казахов. Мама всегда говорила, благодаря им мы выжили. Вот мама всегда мне говорила. Смотри, сынок, уважай эту нацию. Смотри, вот. Алихан Саварбекович всю жизнь посвятил федоровской земле. После службы в армии он трудился в совхозе, в райкоме комсомола, а после в партии. Здесь же он встретил свою супругу, красивую украинку по имени Мария, приехавшую по разнарядке вуза покорять целину. Здесь родились дети, внуки и уже даже правнук. Но до сих пор Алихана Саварбековича мучает единственный вопрос. Я вот много думаю, я не глупый человек, все-таки у меня же высшее образование. Я же все это понимаю. Но я до сих пор не могу понять, за что меня выслали. За что моих родителей выслали сюда. За что? Пережить такую несправедливость помогло только теплое отношение казахов к чеченцам и ингушам, которые, лишившись родины, обрели ее вновь в казахстанских степях. Казахи вообще это нация такая, знаете, гостеприимная, добропорядочная. Нация, которая всегда привлечает гостей. И нация, которая последним поделится. Я говорю, это не для красного слова. Это действительно так. Действительно так. Субтитры создавал DimaTorzok